Что такое вообще редизайн сознания, вообще работа с сознанием, что это, да? Скажу сразу, это парадигма. Сначала она может казаться как что-то научно-фантастическое и вообще нереальное, и вообще что за безумцы, которые... Что это вообще, правильно? Для совсем людей, которые не в курсе. Но потом это становится даже, скажем так, стилем жизни, потому что у вас настолько меняется сознание, что вы видите абсолютно всё абсолютно по-другому. Обычный человек, скажем так, живёт, думая, что мир — это нечто отдельное и, скажем так, статичное, по большому счёту. То есть есть какие-то жизненные столпы, типа карьера, семья, мораль, правила. То есть вот это вот наследственное, как правило, пришедшее по родам. И получается, что мы, как обычные люди, живём, акцентируя своё внимание на что-то внешнее и забывая про себя, забывая, либо не зная. Мы думаем, что мы, как наши предки, жили определённые жизни, и нам кажется, что только так можно. Не туда я пришла опять. Мне не нравится. Ещё раз. Привет! Меня зовут Светлана Сергеевна. Нормально. Светлана Дудрова. Редизайн сознания. Хочу сделать небольшое видео о том, что это вообще такое, Светлана Сергеевна. О как! Что такое вообще работа с сознанием? Для тех, кто либо совсем новенький в этой теме, либо кому интересно, как я это трактую. Я вообще программист. В бывшем должна была стать инженером программного обеспечения, поэтому для меня это чистейшей воды программирование. Вселенная — это программное обеспечение. Вселенная мне очень нравится слово «мироздание». То есть это мироздание, архитектура. С точки программирования оно спроектировано определённым образом. И каждый человек... А, и по умолчанию, это стандартное состояние этой программы «мироздание» — любовь. И мы, каждый человек — это инициация, конкретно кусочек сознания в нашем теле, проживающая эту реальность, собирающая информацию извне, впитывая всё, что приходит извне. Всё это мозг наш организует. Сумбурно очень, абы как бы, потому что очень много информации. И мы живём нашу жизнь как инициация, но при этом наш мозг по умолчанию откуда-то там из заднего плана творит нашу реальность. И тут как раз и идёт вот это вот, чем отличается парадигма абсолютной субъективности, радикальной субъективности, я её называю. Когда мы живём в объективной реальности, нам кажется, что то, что мы проживаем, оно вне нас. Оно как-то само собой существует, что-то там происходит, какие-то люди непонятные вокруг что-то нестранное делают. И мы с объективной точки, мы очень часто гонимся за этим. Мы там делаем планы, какие-то карьеры, семья. То есть мы пытаемся как-то идти вот, ну скажем так, по прямой, пусть их несколько прямых. Но мы идём, и нам кажется, что вот они либо сработают, если нам повезёт, либо не сработают. В будущем там будет как-то. И мы примерно представляем, как это будет. Что значит у нас заднего плана работает программа наша, коллекция наших знаний, убеждений, вот этого всего. Когда мы смотрим на это с позиции субъективности, то мы признаём, во-первых, за факт, что оно творится из нас, скажем так, из нашего сознания, и всё вокруг, оно для нас. Потому что, я это называю субъективный мир, мы очень субъективно воспринимаем реальность. В том плане, что никто никогда не поймёт, как вы себя чувствуете, как именно вы видите. Вот эти тонкости, когда мы пытаемся что-то там кому-то рассказать, доказать, показать, не поймут. Не поймут. Точно так же, как человек может 30 часов рассказывать вам какую-то в детальках, в малюсеньких, никогда не поймётся. Так как человек понимает, видение совсем другое, потому что в течение жизни каждый человек собирает информацию, опыт, знания, всё, что мы услышали, прочитали, посмотрели, кто-то посоветовал, кто-то рассказал. Мама от нас учила. Вот это всё. Сквозь это смотрим. Это фильтры. Я называю это фильтрами. И есть... Я вообще вижу, что фильтры, они не обязательно плохие или хорошие, потому что плохого вообще нет. Есть искажения. Но есть фильтры, которые нас ограничивают, которые нам не дают проживать счастливую реальность, скажем так. Например, если вы хотите... У вас какие-то прут идеи, но вам кажется, что вам, например, для этого нужен другой человек, потому что вы недостаточно развитый, талантливый, ну, там, какие-то свои слова, да, уже вставляете. Это разрушающие шаблоны. Это как раз шаблоны. Я обожаю работать с талантами, потому что таланты... Все люди гениальные. Мы все гении. Просто очень многие думают, что мы не можем, потому что нам кажется, что у нас нет образования, у нас нет опыта, а сосед делает лучше, а вот кто-то нам сказал, что я бездарь. То есть... А, еще надо монетизировать обязательно, потому что денежка же... Иначе папа будет говорить, когда ты найдешь нормальную работу. То есть вот это все, это шаблоны, видите, они деструктивные. Вот. Пришла я опять к программированию. Получается, что мы живем жизнь, и вот это наша программа, которая изначально равняется любовь, да, любовь именно вот эта божественная, про которую говорят в религиях во всех, когда вот эта внутренняя благодарность за все вокруг, включая вас. Вот такая любовь, она в каждом человеке. И когда мы проживаем вот такие вот ужасные ситуации, какие-то моменты, какие-то болезни, вот это все люди вокруг как-то не так себя ведут, не так, как нам хотелось бы, да. То есть вот это все сбои в программе, это баги в нашем программном обеспечении, нашего сознания. И мы можем их контролировать. Но при этом важно принять вот этот факт, что если мы, как говорится, овцы, которые, которым нужен кто-то, кто нам нашу жизнь сделает лучше, да, то есть мы надеемся, что кто-то там за нас что-то сделает, вот так мы и живем. Объективная реальность. А если мы хотим, как программисты, как инициация уникальная, абсолютно идеальная, совершенная, со своими там какими-то нюансами, да, которые нужны, даже если они типа плохие, если мы принимаем на себя, что да, все, что происходит вокруг меня, оно для меня и для того, чтобы я что-то осознала, осознала и изменила в своем сознании, видите? Поэтому идет сюда редизайн. Потому что мы принимаем дизайн не как какой-то статичный, вот он работает только вот так, нам наши предки сказали, прадеды. И если мы сделаем по-другому, ой, какие мы плохие. Так нельзя, так не по правилу, так религия сказала, вот так вот. То есть вот это все шаблоны. Если мы хотим контролировать свою жизнь, контролировать не совсем слово, но осознанно жить, скажем так, осознавать, что оно происходит для нас и из-за нас, то мы берем, как говорится, закатываем рукава и начинаем смотреть в наше сознание. Произошло что-то ужасное, мы не тратим время на вот это вот ла-ла-ла с одним человеком на кухне, за чаем. Ну как бы смысл. Мир хочет чего-то от вас. И мир ждет этого. И вот можно сидеть и тратить свое время на то, чтобы там думать, какие люди плохие, там пытаться спасти планету, борясь с ней, да, с чем-то, что делает, как нам кажется, людей несчастных. А можно остановиться, посмотреть в свое сознание и спросить себя, напомнить себе, что это происходит для меня, чтобы я это увидела, увидел. Задал себе вопрос, что именно в моем сознании создает такую реальность, создает этого ужасного человека или босса, собаку, сущую на полу, например, в гостиной, в реальной ситуации из моей жизни. Каждый день. Вот для чего я хочу вот это? Я могу жить жизнь любую. А я проживаю вот эту сущую собаку. Для чего? Находите эти баги и редизайн происходит. Как это делается? Это уже технология. Вот этим я и занимаюсь. Там несколько инструментов. Один из главных моих, технология 5D, она еще известна как технология любви, именно с этой точки, что изначально мы должны, не должны, а мы, предполагается, что мы чувствуем любовь. Если мы ее не чувствуем, счастье, любовь, творчество, вдохновение. Если не чувствуем, значит, что-то в нашем сознании мешает нам это почувствовать, увидеть. Поэтому мы определенным образом задаем себе вопросы, выявляем баги и переписываем свой код. Вот суть в том, что мы смотрим не куда-то в будущее или куда-то в прошлое. Мы работаем с прошлым, но именно для того, чтобы очистить наши какие-то шаблоны, какие-то фильтры в нашей голове, для того, чтобы увидеть саму информацию, суть того, что произошло. И не думать об этом, ой, какой я несчастный, ой, да как меня обманули, ой, да деньги украли, ну, что там дальше идет. А разобраться вот с этим всем, да, почистить свое сознание, которое, как правило, свалка, поэтому вот эта фраза гигиена сознания, конкретно по технологии 5D, причина во мне еще, она по-другому известна, гигиена сознания, у нас за жизнь собрано столько, и оно вот такое все, вот так все переплетено, все абсолютно непонятно, как работает, наскоро как-то все структурировано нашим мозгом за жизнь, и мы так и живем, и смотрим, ой, рак случился, ой, да как же так, ой, там кот умер у меня, ну, блин, если бы я знала, если бы я знала, что можно так, все было бы по-другому, кот был бы жив, но смотря в прошлое, мы, как говорится, оправдываем плохое, в кавычках опять же, потому что, блин, идеально все происходит, мы когда, вот просто оно, блин, через жопу все происходит у нас, потому что оно неосознанно, видите, потому что мы не знаем, что в нашем сознании, и мы думаем, что вот жизнь привела нас к этому, и мы ничего, бедные такие, несчастные, не можем с этим поделать, а если мы смотрим туда, убираем вот это вот, то, что нам мешает видеть всю красоту, и осознаем, что, ну, а как можно было по-другому? Ну, вот муж, муж мой изменил, когда мама моя умерла через неделю, ну, вот, а как по-другому было? Я не понимала по-другому, если бы это было в другое время, я же простила бы, сердобольная такая, простила бы бедного, несчастного, а так, мама умерла, ну, как такое простить? встала, собрала манатки, ушла. Идеально! Сейчас посмотрела туда, ну, вот это слово простила, ну, как бы просто осознала, что по-другому я не могла, ну, по-другому не могло быть, поэтому идеально. И любую ситуацию разбираете вот так, и красотейшее, красотейшее слово изобрела я, красота невероятнейшая, выскакивает, как правило. Бывает больно, ну, вот мама умерла, кот умер, это больно. Когда смерти случаются, то там красота, ну, такое слово, не всегда подходящее, да, но просто понимаете, что по-другому, ну, никак, а как по-другому? Как по-другому было получить то, что вы получили, будучи в том своем сознании, состоянии сознания? Нам же кажется, пока не попадете в аварию, кажется, что, ой, ну, как же я на работу-то не пойду, ой, ну, как же я на себя потрачу последний рубль, доллар? Если я умираю от рака, надо же срочно собрать деньги, чтобы после меня остались. Ну, вот вы уже свою смерть планируете, поздравляю. Мама моя умерла, деньги зато оставила, зашибись, отлично. Умерла с хорошей совестью, отлично. К чему я? К тому, что зачем ждать рака? Зачем ждать, пока попадете в аварию, пока кто-то там умрет в вашей жизни? Зачем сейчас смотреть, если вышли на эту информацию, смотрите уже сейчас, смотрите, начинайте заглядывать осознайте, что вы настолько больше, чем просто ходить на работу и радоваться, что день прошел хорошо и ждать вечера, когда можно лечь и выспаться наконец-то в конце недели. Вы больше, вы больше, вы уникальны, можно играть в игры совсем другие. Это доступно, все, что можно, это захотеть, все, что нужно. Потому что кто сказал, что нельзя, кто сказал, что мы должны жить вот так? И почему вы поверили, если вам кто-то сказал, почему вы поверили и приняли это за правду? Ну, хорошо, это хорошо, для чего-то это было хорошо, но почему вы хотите держаться за эту правду, если знаете сейчас уже, что она вас ограничивает? Как коробка. вы любовь, вы больше. Поэтому мой посыл в этом. Если есть вопросы и что-то непонятно, пишите. Ссылки где-то там должны быть. Если захотите, все найдется. Живите. Хотите жить. Именно жить. Чао-какао. Попробуй. Голова перестает болеть. И наступает такая ясность. Словно дождь прекратился. Голоса. Стихай, стихай, стихай.